Шинель на крючке, стол, стул, телефонный аппарат и фотографий часовых в полный рост стали двери. Здесь они и символ защиты от посторонних глаз, и важная деталь обстановки. Большой, длинный коридор, кремлевский коридор власти, да, и мы их можем условно назвать. А с другой стороны идут комнаты, залы, заседания, кабинеты, приемные. Представляете, там какое количество было дверей. Вот эти двери, они у нас там и построены. Это сейчас при слове «пост» невольно думаешь о социальных сетях. А больше ста лет назад это был последний рубеж защиты руководства страны. Это продолжение выставки. Мы всегда говорили, что это прихожая квартиры Ульяновых, но теперь мы говорим все, что это «пост-27», один из самых ответственных. Часть интересных документов не вошла в экспозицию, тем не менее с ними можно познакомиться самостоятельно и почувствовать себя настоящим историком, листая папки с пожелтевшими страницами. Точно такие же, в общем-то, используемся и в Кремле, да, это старые скрошеватели. И каждая папка, вот она как дело. Наш посетитель может в спокойной обстановке надеть там очки или не надевать, и вот посмотреть, какие документы на ту или иную тему мы нашли. Приказы, сметы, доклады, записки и рапорты. Через эти строчки открывается неофициальная, бытовая и человеческая жизнь кремлевской охраны. На что жаловался комендант Кремля Павел Мальков? На свою тяжелую жизнь, как много на нем сконцентрировано задач, и как тяжело им их выполнять, что лучше он на фронт пойдет, чем будет комендантом Кремля. Документы и фотографии были собраны в Государственном военном архиве и Российском государственном архиве политической истории, который стал сорганизатором выставки. Наверное, с января в архивах я начала работать 2018 года, и вот только в ноябре, наверное, я эту работу закончила. Экспозиция будет работать в течение полугода в музее, кабинет и квартира Ленина в Кремле. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ.